Добрый день, сегодня я расскажу вам о блокчейн-проекте Мина, в тест-нете которого я принимаю участие. Итак, внимание на экран. Технология блокчейн – это революционная децентрализованная система, в которой узлы проверяют, передают и сохраняют данные. В устаревших системах, таких как биткоин и эфириум, когда к системе подключается новый участник, он должен проверять каждую транзакцию с начала сети, чтобы убедиться в правильности. На экране вы видите график размера блокчейна биткоина с 2009 года. И если вы решите присоединиться, то вам придется скачать весь этот блокчейн, начиная с самого начала. И на текущий момент размер данного блокчейна составляет 317 гигабайт. То есть вам необходимо проверить каждую транзакцию, начиная с 2009 года, от 3 января и вот до самого конца. Это означает, что большинство людей никогда не будут качать такой большой блокчейн, в результате чего страдает децентрализация, меняется динамика власти и сеть становится более централизованной. На текущем графике мы видим блокчейн эфириума. Здесь, как вы можете видеть, тоже достаточно большой объем информации. И на текущий момент общий блокчейн весит 196 гигабайт. Соответственно, скачать его, допустим, на смартфон не представляется возможным. Для ноды нужна достаточно серьезная машинка, которая будет заниматься майнингом. Хочу вас познакомить с блокчейном Мина, Мина-протокол. Мина значительно уменьшает объем данных, которые необходимо будет загрузить каждому пользователю. По замыслу создателей Мина, блокчейн всегда будет иметь размер примерно 22 килобайта. Вот, вы можете видеть у них на сайте. Другие блокчейны весят под 300 гигабайт, Мина же весит 22 килобайта. Это размер нескольких твитов. И любой человек, у которого есть смартфон, может зайти и синхронизировать блокчейн за секунды. И вместо того, чтобы проверять всю цепочку с самого начала, участники полностью проверяют сеть и транзакции, используя рекурсированное докализательство с нулевым разглашением. Затем блокчейн может хранить только это доказательство, в отличие от остальных блокчейнов, таких как Биткоин, Лайткоин, Дэш и так далее. И поскольку это постоянный размер, Мина остается доступной для любого устройства. Разработчики Мины заявили, что одномоментно было подключено в районе 1300 узлов. И вот на этой картинке вы видите другие популярные блокчейны и количество одновременно подключенных валидаторов. В стелларе это число равно 53, EOS 21 всего, Ripple 161, Tezos 405, Cosmos 125, Algorand 167, NIR протокол 53, Polkadot 221 и Avalanche 605. Соответственно в Мине 1300, то есть это достаточно много. Далее я хочу вам показать статью на форклоге, в которой мы увидим инвесторов, которые вложились в Мина протокол. Принимают участие Хэш Кэпитал, Хэш Кэпитал, NGC Венчерес, Фенбуши Кэпитал и здесь же мы видим Коинбэйс Венчерес и Парадигму. Что это означает? Это означает, что монетка скорее всего будет листиться на Коинбэйс. Если же она будет листиться на Коинбэйс, соответственно цена у нее будет приличная и она пройдет все регуляционные нюансы отсек. То есть Коинбэйс, так как он выходит на IPO, он не будет листить какой-то скам или какие-то подозрительные монетки. То есть доверие к этой монете подтверждается тем, что в нее вложился Коинбэйс. Собственно это то, что я хотел рассказать вам о Минопротокол. Я участвую в тестнете данного блокчейна, запустил ноду и записываю это видео в рамках данного тестнета. То есть заходите, смотрите, изучайте. Всего доброго!